ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, коллеги, по времени мы уже можем начинать наша вторая секция. По времени в ней, как я понимаю, будет солировать Евгений Николаевич. Поэтому, мимо слова, пожалуйста, начинайте. Спасибо. Мне тут в перерыве прошла интересная мысль в голову. У нас такой небольшой перевертыш получился. Мы интересно и полезно поговорили по поводу того, как мы в руде распространяем физико-механические свойства, показатели измельчения, минералогию. Всё хорошо. А где же руда? Да. То есть вот сейчас я попытаюсь вернуть ситуацию с головы на ноги. И назвал серию своих тем и вопросов или под тем современные подходы, решения для подсчёта запасов и моделирования зарождений, практических опыт использования именно в плане ответа на вопрос, «Где же руда?» То есть, исходя из того, что перед геологом, моделистом, так всё принято называть, чаще всего стоит задача, как определить местоположение и геометрию полезного ископаемого, и посчитать количественные и качественные показатели в неком оптимальном сочетании цена и качество. То есть ценой подразумевается использование не слишком трудозатратных и сложных методов, а качество подразумевает собой достоверность и надёжность модели. То есть вот с учётом этого необходимого баланса я бы хотел рассмотреть некоторые полезные рекомендации по своему опыту, некоторые полезные решения. И первая большая тема посвящена методу индикаторного моделирования коэффициента рудоносности, где коэффициент рудоносности служит как раз этим разделителем, классификатором руды и пород. Отмечу также, что в последнее время даже в ГКЗ стала очень популярна эта тема коэффициента рудоносности, то есть метода оценки с помощью коэффициента рудоносности, поскольку она отвечает главным приоритетам государства. Скажем, то есть полнота использована нет. Ну, так как ГКЗ – это, в общем-то, основной защитник интересов государства. То есть такой метод подсчёта, опыт наших работ уже под десяток, тео последних сделаны, все были сделаны с коэффициентом рудоносности, ну и так по опыту общения с экспертами. То есть метод действительно занял лидирующие позиции. И поэтому вот на нём хочется остановиться в первую очередь и более подробно. Какие-то, если да, будут возникать вопросы, ответвления, какая-то детализация или комментарии, можно даже по ходу обсуждать, потому что да, это довольно многослойный, так сказать, вопрос. Поэтому давайте начнем. Извиняюсь, всё работает. Итак, значит, по своей сути метод индикаторного моделирования представляет собой метод объёмного оконтурения руды, пространственно геометризованной с определённой вероятностью и с высокой оперативностью. Эта методика особенно удобна в случае неоднозначности увязки и очевидности сложного контура, когда орудинение распределено весьма неравномерно и невозможно достоверно увязать на соседних разрезах участки с промышленным орудинением. Вот на слайде приведён пример одного из месторождений в разрезе и в плане, где совмещены данные подсчёта рудных сечений по бортовому содержанию серебра в такой насыщенной разведке, которая включает и детальную разведку, и функционную разведку, масса выработок подземных скважин, поверхностных скважин, поверхностных сборных выработок, шламовых скважин. То есть на память порядка 15 тысяч рудных сечений. То есть тут физически и технически невозможно, как по классике, построить рудные разрезы и по ним увязывать контура, в них увязывать контура, увязывать каркасы и считать, как это делается, в традиционном методе. Поэтому вот в таких случаях как раз выручает коэффициент трудоносности. То есть это позволяет, опять же, повторю, без увязки рудных тел, лишь при выделении основной рудной зоны, то есть можно, допустим, имея какой-то природный борт, в том числе общей рудной зоны, либо по геологическим признакам, либо по какому-то минимальному улучшению природного борт, можно в этом большом конверте, как это условно называется, рассчитать определенные сечения, которые разным способом расположены в пределах вот этого большого конверта, и по классике статистически расчета доли рудных сечений от общей длины. Ну, то есть я немножко говорю кому-нибудь, непонятно, какие-то известные вещи. Коэффициент трудоносности дает возможность в общем конкуре по вот этому долевому соотношению руды и пустой породы рассчитать уже количество руды вот в каком-то общем конкуре, который на таких объектах позволяет нам использовать центр трудоносности. Значит, при этом есть один большой недостаток, который реально существует при ручном конкуре, сегодня при классическом подсчете запасов, это потеря адекватности распространения, отображения положения руды. Вот картинка вот эта показывает. То есть мы оценили какой-то объем, внутри этого объема посчитали коэффициент трудоносности, и где конкретно сидит руда, то есть полученная произведением на коэффициент трудоносности, у нас это остается непонятно. И зачастую этот недостаток часто распространяют, даже вот наши западные коллеги, с которыми приходилось общаться, распространяют и на блочные модели. Это связано с такой очевидной ошибкой, когда саму блочную модель отдельно интерполируется коэффициент трудоносности, и тогда он в качестве фактора может быть использован при подсчете объема. То есть каждая ячейка, допустим, блочная модель, может иметь свой коэффициент трудоносности, категорически почти там какой-то и в этой ячейке определенная тоже доля руды появляется. Но, опять же, при таком гибридном подсчете не теряется адекватность построения. Поэтому индикаторный метод моделирования как раз предлагает избавиться от этих недостатков, то есть решить от этих проблем. При этом еще один важный момент, который тоже необходимо учитывать, это то, что якобы в блочном моделируеме якобы вписывается к сложности с учетом таких показателей, как минимальная мощность трудного тела и максимальная мощность пустых прослонов. Они обязательно учитываются при традиционном подсчете, это такие же полноценные показатели, как портовое подсчетание, но многие современные методы моделирования по катону, допустим, так называемые методы оценки, они не позволяют учитывать вот эти важные показатели именно по кондиционным тех рекомендациям, которые мы сейчас будем рассматривать, сделаны так, чтобы блочная модель была во-первых, адекватно пространственная и количественная по содержанию и по кондиционным лимитам, то есть по всем показателям, которые применяются и должны применяться вообще к оценке руды. Значит, последовательности, основные шаги решения для того, чтобы представить вот такую цель представляются следующие. Первое. При создании блочной модели используются малые размеры ячеек блочной модели, как правило, один или два метра, прокодированные уникальными значительными значительными лимитиксами. На слайде показан пример такой сетки, которая накидывается на блочную модель, она тоже по размеру соответствует ячейкам блочной модели, и в результате этого каждая ячейка блочной модели получает какой-то уникальный лимитик. Вместе с этим следующий шаг. Для этого создается из файла опробования, обычно который представляет метровый интервал опробования, создается новый файл опробования SL1 с короткими интервалами, я обычно использую 10 см, который также кодируется вот этой сеткой 12-ти значительных индексов. И потом следующим шагом рудные сечения, то есть традиционные рудные сечения, которые рассчитаны композитированием и обычно теми формулами Леонтовской и все остальное, то есть полученные по классике интервалы по соответствующим бордам, естественно, для каждого борда своя кодировка проводится. И вот такая кодировка распространяется на эти рассчитанные маленькие интервалчики. Причем кодировка использует бинарный код, соответственно, попавший в рудные сечения получает код 1, не попавший остается или присваивается код нормы. Затем в каждой уникальной ячейке с каждой уникальной ячейки считается свой корсет трудоносок простым математическим делением рудной длины кодом 1 на общий код. и это значение код, которое рассчитано в каждой ячейке, уже присваивается опять же по этим уникальным значениям присваивается блочной модели и в качестве уже неких псевдофактических значений используется уже самой блочной модели для последующей интерполяции. При самой интерполяции есть необходимое важное условие. То есть после того, как мы провели интерполяцию, я сейчас не буду здесь останавливаться по многим полезным рекомендациям опять же и полезным методикам, которые используются при интерполяции, они будут потом отдельными под темами распространены. Просто здесь, чтобы не рвать вот эту цепочку декабрьного моделирования, мы предположим, что все мы правильно интерполировали и все пространство блочной модели у нас заполнено вот такими индексами вероятности. Здесь показано на слайде два варианта бортовых содержаний и в зависимости от цветовой градации коэффициент родоносных, который между нуленно единицы здесь представлен в виде такой раскраски. И видно, что для вероятности определенных больше, допустим, 0,5 выделяется некая рудная зона. Но при вот этой выделении рудной, не рудная зона, это уже непосредственно руда, при выделении вот этой вот руки работает важное условие тарирования, то есть калибровки значения вероятности граничного индикатора. То есть эта калибровка производится путём сопоставления данных подсчёта по граничному индикатору с данными эталонного подсчёта. Эталонным подсчётом является подсчёт с использованием линейного концентра данных. Или по сути дела тот же подсчёт традиционным способом в каркасах или традиционным способом по вертикальным сечениям или проекциям горизонтальным вертикальным. Данный показатель, данное тарирование позволяет установить некое граничное значение вероятности КР. Как правило, оно близко 0,5, то здесь мы исходим из какой-то гипотезы, что если руда и порода это некие взаимоисключающие понятия, то вероятность 0,5 это где-то та необходимая универсальная граница, которая нам даст возможность разделить, классифицировать теченьки на руду и пород. Но тарирование в чём и заключается, что этот показатель не всегда универсально равен 0,5 и в зависимости от того, как мы сравниваемся с нашим эталонным объёмом, он может быть смещен либо в меньшую, либо в большую. Но опять же, по опыту работы он где-то укладывается 0,45, 0,55. То есть гипотеза универсального индикатора 0,5 при хорошей интерполяции, опять же, куча условий, о чём отдельно говорить, при качественной интерполяции эта гипотеза работает. И вот таким образом, сделав такую интерполяцию индикатора коэффициента рудоносности, мы добиваемся соблюдения следующих важных условий. Во-первых, объём тарированной блочной модели, то есть ограниченной предельным значением индикаторов, с одной стороны, и эталонный объём, подсчитанный, который считается правильным, подсчитанный с использованием линейной концентра рудоносности, оказывается максимально близки. Объём выделенной части блочной модели красной и розовой, это как раз ячейки, выделенные по граничному индикатору, являющейся рудой. Если они больше 0,5, они у нас пространственно геометризованы. И при этом снижается риск неправильной классификации. Нужно тут упомянуть популярный наших западных коллег метод классификации по катоку. То есть используется место обычного, то есть используется, наоборот, обычный фильтр по содержанию. Допустим, если бы брать опять же эту картинку, в данном случае необходимо по каток было бы использовать ограничения по содержанию 0,6 для верхней картинки или по содержанию 0,8. Но опыт многих работ, поэтому уже написано масса статей во многих книгах того же Капутина. Факт расхождения расчёта полкотов с данными традиционной геометризации очень чётко прослеживается и он закономерен, потому что это связано с тем, что распределение содержания в пробах отличается больше дисперсии чем распределение плодочной модели. доля исключаемых по бортовому содержанию именно проб оказывается более высокой, чем доля некондиционных блоков. Поэтому чаще всего при сопоставлении таком оказывается, что запасы по данным точным моделирования выше, а содержание ниже. То есть появляется некая размытость руды на большее пространство и при этом содержание более низкое. Этот факт подробно не буду останавливаться, это достаточно известный факт. И третье, то есть четвёртое важное условие, которое соблюдается и которое не всегда здесь вот при этой методике соблюдается, но иногда при замечании такие ошибки фактор вложенности. То есть и существует тоже ошибочный подход, который надо отметить и создаёт негативное впечатление о блочном моделировании, когда для разных вариантов бортовых содержаний создаются отдельные блочные модели. Отдельная блочная модель для борта 06, отдельная блочная модель для борта 04, отдельная модель для борта 08. и возникают такие противоречивые вещи, что в одной и той же ячейке точная модель может оказаться для них тоже как на в одной точной модели может оказаться содержание вибра на трону, для этой же самой ячейки в другой точной модели может оказаться 2 грамма на трону. А бывают даже противоречивые вещи, даже статьи для точной модели с более высоким моделом содержания может оказаться содержание лечейки в точной модели ниже. То есть вот эти вещи, когда происходят из-за параллельного моделирования, берётся один набор и запускается в точную модель, потом совершенно независимый другой набор и тоже запускается в точную модель. Это приводит к таким противоречиям и эти же противоречия очень нежелательны при оптимизации горных работ. Горники тоже очень ругаются, когда предлагают такие невложенные даже появилось название невложенные бочные модели отдельно по каждому варианту бортовых содержания. И вот этот важный принцип ложности тоже необходимо учитывать. И вот таким образом на следующем слайде получился некий разрез по блочной модели. В контуре показаны вот такими линиями, построенными по общему борту, да, здесь по борту 70 построены общие контуры рудного тела, а внутри отторированы соответствующие варианты бортовых содержаний 70, 100 и 130. Причём интересно заметить, что вспомнил я опять тот вопрос, который задавал по поводу имплицитного моделирования, вот на данном примере как раз внешняя оболочка была построена с помощью имплицитного моделирования, и здесь как раз возникает с экспертами вот те самые споры, которых мы чуть-чуть задели, то есть во-первых, экспертов пока что очень сильно напрягает использование имплицитного моделирования, так как метод пока ещё не апробированный, таких единиц работ, которые были проведены с использованием алгоритма РБФ, чтобы построить был автоматический каркас без традиционного оконтуривного как обычно это делали сечение связывается в контур с соседним профилем тоже контур связывается в каркасное тело и внутри каркасного тела строится бочная модель. Но вот такой традиционный подсчёт, то есть традиционный метод, он хорош для простых моделей и для вот такой сложной ситуации с перенасыщенной очень сложной вязкой он технически не работает и выручает вот как раз я должен вспомнить мой вопрос с этим моделированием и как раз очень хорошо выручает вот эти вот модели. Сделаны автоматически, причём они определённым образом тоже настраиваются, определённым образом редактируются, но об этом будет чуть-чуть позже. Опять же, вот я делаю подтверждение, но на самом деле будет в подъемах отдельно об этом сказано. На слайде я увидел эту точную модель и помянул. То есть увидел контура, построенная по имплицитной модели. Таким образом метод довольно оперативный, довольно точный. Опять же, вот эти все рассчитанные бортовые содержания точно авторированы. Рассчитанные вложенные плочные модели по разным вариантам бортовых содержаний, они довольно точно авторированы. Расхождение 1-2% точно совпадает с расчётом классическим по коэффициенту рудоносности и имеют уже применение даже для предоставления в ГКЗ. Мы вот сейчас эту работу готовим для подачи в ГКЗ в предыдущих слайдах. Значит, есть ещё одно важное обстоятельство, которое, нужно сказать, при использовании авторирования. Это малые ячейки блока. Малый размер ячеек блока. Насколько приходилось не использовать, обычно используются размеры метр или два с половиной. Вот на слайде была показана такая облачная модель, где модель для коэффициенту рудоносности использует малый размер ячейки два с половиной на два с половиной по всем направлениям. и вот перед тем, как мы в нашу авторированную модель, то есть ту модель, которая является нашей выборкой по руде, перед тем, как в неё уже отдельно интерполировать содержание, нужно провести оптимизацию этих блоков. То есть дело в том, что если для типичной разрядочной сети третьей и четвёртой группы сложностей, как правило, да и не только для разрядочной сети, да и для размеров того же уступа пятиметрового, как правило, размер блочной модели уже для оценки содержания используется где-то либо 10 на 10 на 5 метров, либо 20 на 20 на 5 метров. То есть такая высокая дисперсия, как однометровая ячейка, она является излишней. Просто у нас нет необходимости, если опять же у нас метрового размера, нам нет необходимости через каждый метр в метровых ячейках оценивать различные содержания. Метровый блок будет оцениваться в том же программе активизатора, будет единым целым, средненную цену оцениваться. Поэтому вот этот этап оптимизации позволяет нам с одной стороны уменьшить количество записей блочной модели и устранить лишнюю дисперсию данных. И вот в этом разрезе по блочной модели видим, что те ячейки, которые имеют одинаковую принадлежность к материнской ячейке, тут работают два регулирующих фактора. Это при оптимизации. Это принадлежность к материнской ячейке и ключевое поле порта. То есть если у маленькой ячейки одинаковое ключевое поле порта, которым мы протарировали и присвоили соответственно в данном примере 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 это вот все поля, то есть значение поля Бога. То есть если они совпадают и ячейка относится к одной материнской ячейке, то есть они укрепляются и вместо этих маленьких остается один объединенный поле. То есть это операция необходимая для того, чтобы перейти уже к следующему этапу построения заполнения этой рудной части заполнения уже содержания. Надо заметить, что при этом заполнение содержания тоже обязательное условие соответствия бортовых содержаний должно использоваться. То есть для соответственно блочной модели здесь хорошо видно для блочной модели которая будет для модели по борту сервис лучше объяснить по борту 130 используются соответствующие пробы и композиты выбранные по этому же для модели бортового содержания соответствующие тоже и пробы будут использоваться для этого бортового содержания. То есть и в этом работает некий принцип сложности, чтобы ячейки с более высоким содержанием распространялись заполнялись именно по тем пробам, которые соответствуют этому бортовому содержанию. То есть если коротко эту подтему можно наверное переходить в следующую тему, можно как-то вопросы или комментарии какие-то комментарии. Давайте. Давайте. было конечно это все послушать, но наверняка есть непонятные моменты. У меня есть вопросы. хорошо, у меня тоже не очень умно, хотелось бы кое-что прояснить. Вы сказали, что показатели кондиции не только бортовое содержание, но и минимальная мощность грудного тела, максимальная мощность расхода в том числе. Об этом вы упомянули, но как это реализовано в этом механизме я так и не помню. это правильный вопрос, да. Производная она в этом расчете. То есть за счет того, что потому что мы каждый не скажем, это демки сантиметровые тела. И в дальнейшем эти десятилетические сантиметровые тела таким образом имеют ответы к другому случению. Вот это у нас неподобильная сухи. кондиционные интервалы. Да, кондиционные. То есть соответственно все вот эти вот эти сети получили и будут один. То есть предварительно мы должны выделить кондиционные интервалы на старшем. То есть это безусловно, да? Да. И именно основная фишка заключается, чтобы вычисление коэффициента трудоносности каждой ячейки производилось по фактическому, по фактической принадлежности к продлению. Это понятно, хорошо. А где мы возьмем элементы залегания? То есть мы же должны понимать, какие углы падения там по стороне и так далее. Да. Да. Вот я пытался сказать, что да, при интерполяции обязательно учитывать много других фиансов, в том числе и элементы залегания. Ну, интерполяция эти коэффициенты используются и там теоретические направления и которые это ну, просто я был в отдельную тему. А при расчете коэффициентов углубленостности если вы имеете в виду то примочностей соответственно предварительно плодичная модель заполняется элементами предварительной интерполяции в которых помимо индекса в каждой ячейке оценивается свой падение рудного тела и свой агент. Все понятно, да. все понятно. Да, вот как раз чуть дальше поэтому я чтобы не показалась какая-то отдельная связь не стал предполяться добавлять. Хорошо, тогда другой вопрос. Когда мы оптимизируем карьеры там действительно речь идет о большой фокусе относительно там но когда мы планируем горные работы особенно на короткий период там другие модели работают они должны быть более точны. вот и просто наверное было бы уместно это мелкоблоковая модель в том числе может как вы считаете. Мелкие блоки? Да. Да, конечно. Это я-то приводил к примеру именно какой-то конкретной работы где была опозначена такая задача оптимизировать под размеры 20 на 20 на 5. Естественно может быть любой размер и соответственно может и не использовать эту оптимизацию. Если она необходима тогда да, а если нет то соответственно блоки могут быть переводить. Понятно. А обратный переход возможен? Это совершенно глупый вопрос но тем не менее. Нет, изначально все-таки детальность нет, он возможен. То есть есть инструменты переблокировки даже если вот эта блочная модель которая была прокодирована то есть маленькими блоками 2,5 метра то есть она была создана размером по 100 метров то есть в принципе эту же блочную модель можно перекодировать не по полметра. То есть инструменты такие есть но тогда надо понимать что если мы ее перекодируем меньше то надо соответствующий посчетник это в каждой полуметровой цехе можно дальность довести до любого размера. под задачи и последний вопрос вот в самом конце вы говорили о вложенности модели по содержанию да и я так понимаю что вы действительно гарантируете то что вы когда отбиваете какой-то борт по вашей методике там содержание не будут меньше того борта который вы отбиваете в блочной модели аминдвлок ну есть или это в среднем по так сказать больнице содержание в чайках вещь довольно такая ведет себя совершенно не то что на происхождение надо просто такой фактор учить опять же говорим о том что при этом же самом подсчете традиционном рудном сечении у нас есть некий принцип окупаемости то есть вот у нас если есть граммовое рудное сечение посчитанное по бортовому содержанию один грамм на сон то за счет принципа окупаемости могут внутри этого сечения быть интервалчики которые окупаются меньше этого значения соответственно потом при интерполяции возникают блочные модели которые классифицированы как по значению грамм на сон в ней могут возникать неединичные может даже неединичные могут возникать сечения в которых будет значение меньше это понятно когда кондиционные провалы выделяются туда могут быть включены некондиционные какие-то понятно то есть вот таким образом да спасибо у меня все если есть еще вопросы пожалуйста можно показывали слайд где схема действий там первый и второй не совсем понятно честно говоря зачем выполняется первые два пункта автор так не объяснил зачем ячейки так сильно дробились там 1-2 метра блочной модели и зачем разбивались по 10 сантиметров опробования хотя у нас по сути проба принадлежащая кондиционному интервалу оконтуривание было просто может кодироваться единичкой а пустая ноликом вот ну как вы дальше уже в принципе сказали такое сильное разбиение там на 1-2 метровый там размер блока у нас идет только больше дисперсии и все смысла в этом как бы особого нету поэтому не совсем понятно есть вот есть опасность если мы не будем разбивать на вопрос зачем разбивать на 10 сантиметров интервалы да ну во первых зачем разбивали на 10 сантиметров и кодировали уникальным кодом который там впоследствии непонятно как использовался и что с ним в дальнейшем было ну во первых ну давайте раз начнем уникального кода то есть мы имеем ночную модель вот и четверо ночной модели она давайте не 12 значим получила под 16 все интервалы и те которые 10 сантиметровые и те которые метровые которые попали в эту же сетку в данном случае работает не ячейка блочной модели а вот это вот сетка значных индексов это называется 3D индексация все вот эти интервалчики они тоже получили некий номер 16 естественно когда мы полученные наши коэффициенты рудоносности должны происходить в блочной модели у коэффициента рудоносности имеющего имя 16 и у блочной модели имеющего имя 16 этот механизм передает привязанное уже фактически вот это продолжение вопроса то есть это вот привязывание по по этому имени так называется дает возможность там учитывать мощность а если мы метровые можно хортировать но наблюдается такая опасность то есть может оказаться что допустим центр метрового интервала может оказаться за пределами тех бочной модели то есть может оказаться что какая-то часть метрового интервала попала в дочную модель и она не сработала вот в этой оценке а если мы этот интервал разобьем на 10-сантиметровые интервалы то вот эти 10-сантиметровые интервалы они сработают в этой течении они сработают в расчете концепта рудоноска а если ни один блок не зацепил ни одну пробу вернее какие-то блоки не зацепили пробы что тогда скорее всего так и будет интерполяция работает этот весь механизм работает только на те ячейки которые попали но интерполяция же по набору проб получается они пространственно могут быть разнесены даже и тогда какой код назначается на эти пробы а уже не на пробы назначается мы практически интерполируем не не пробы а интерполируем вот это ячейки мы рассчитали я так понимаю мы вероятность интерполируем в другой посчитали 07 и вот этим расчетом полученные значения мы их интерполируем хорошо как я понял вот это распределение на детальные участки нужны для расчета вероятности то есть мы сумму рудных интервалов делим на общую длину и получать вероятность ну честно говоря все понятно что мы интерполируем вероятность того что в том или ином блоке находится руда ну дальше вопрос задам все-таки непонятно зачем разбивать на более маленький интервал но получается искусственно увеличиваем количество проб и влияние на ту или иную ищейку оценки там ну в блочной модели да у нас по сути если даже центроид не вошел конкретно у моего инструмента который я использую есть возможности дискартизации то есть оценки разноудаленности разных ячеек блока от той пробы разное разное влияние на оценку в кубике в этом вот то есть ну не обязательно было измельчать наверное ну в принципе такой путь понимаете вот кстати вы правильно заметили дефицитизация вот этот вот этот механизм он и параллельно кстати решает проблему дискартизации просто мы все знаем что часто на более богатых частях тела больше и вот принцип дефицитизации он здесь как раз параллельно работает он работает опять же я немножко о другом не дефицитизация дискартизация когда оценивается значение в этом кубике блочной модели от пробутом кубик у нас же имеет какой-то размер 5 на 5 метров на какие-то кубики условно оценить в каждой этой точке значение которое может быть да этот метод тоже был возможный но просто я так как вот этими методами я опять же пытаюсь заменить несколько работ актеров пытаюсь заменить традиционное конкурировать и пытаюсь сделать это максимально опять же пригодным для защиты данных икз поэтому чем тем меньше возможностей тем уменьшить облегчить жизнь поэтому если чисто математические подсчеты интервала просто по контр контуре не позволяет получить математическое значение хорошо а как все-таки интерполировалось каким математическим аппаратом значение оценочное руда не руда ну опять же как правило метод обратных постоянных но вот при этом методе обратных постоянных мы подменили как раз к следующей теме используются еще некоторые наложенные ансамблевые подходы некоторые наложенные методы метод многоугольника и метод приезжающего все и вот если по этой теме там сферкоз мы закончим а если закончится сферкоз то можно как раз приедет к этой цирпуляции сферкоз цирпуляции как сферкоз если можно еще один вопрос все-таки уточнить про тарирование все-таки мы получили некий объем нарисовал контор к примеру а контур вот это руду и не руду все вместе а как осуществлялось тарирование исходя из чего какой эталон сравнения был по которому тарировали чаще эталон сравнения для тех же моделей которые используются кондиции запасов салонный объем это конечно подчеркнут полностью те же картик краевтики капитальный краевтик либо если без каркаса подчеркнут подчеркнут спасибо судя по всему вопрос исчерпан давайте следующую тему вы получили некую выборку которую называем которую считаем рудой и в этой выборке мы будем выполнять интерполяцию содержания рассказывая о интерполяции содержания я буду как раз говорить о самом алгоритме интерполяции который еще раз отмечу что он же использовался и для интерполяции коэффициента рудоноса ансамблевый подход представляет собой некий синтезированный метод в котором сочетается взяв за базовый метод обратных расстояний сочетается одновременно еще и два метода параллельных это метод ближайшего соседа и метод многоугольника для того чтобы представлять напомню небольшой такой известный момент что для большинства методов оценки задается элипсоид поиска элипсоид поиска контролирует какие значения используются для оценки каждого блока за счет того что учитывается вес каждой точки попадающей в элипсоид поиска соответственно чем меньше радиус элипсоида тем больше достоверность оценки за счет того что получает оценку преимущества композитных труб которые находятся в пределах самих оцениваемых блоков то есть вот это важное понимание оно как раз учитывается при сочетании синтезированных методов таким таким образом метод обратных расстояний за счет дополнительного принципа многоугольника который реализуется за счет того что полученное при первом проходе значение элементарного блока присоединяется к числу известных и используется в составе файлов ввода после чего повторяется оценка с использованием радиусов последовательно увеличенных на полную динозовую влияние аналогичным образом при втором и третьем проходе происходит это же самое присоединение к числу известных то есть упрощенно формула можно представить вот таким образом то есть ввод фактических данных для второго прохода это сумма фактических данных то что мы рассчитали вот эти ну это например рк плюс данные полученные при выводе при первом проходе то есть за счет вот этого эффекта и вот эта пенсионная идея заключается в том что значение рассчитанное интерполяцией поисковым элипсоидом с меньшим разницем принимается в качестве реальных ну назвал я так псевдофактических значений для интерполяции поисковым элипсоидом с большим радиусом то есть вот этим самым мы вот это важное обстоятельство пытаемся усилить то что меньше радиус элипсоида имеет большую достоверность оценки то есть у нас полученные интерполяции при предыдущем проходе работают и интерполяции следующего прохода вот это я назвал таким принципом многоугольника таким образом пример подобной модели показывает как за счет фактических и псевдофактических точек благодаря уменьшению количества раз увеличения радиуса то есть мы меньшее количество раз увеличиваем радиус элипсоида этим самым мы повышаем достоверность и правильность прогноза вот приведена проекция плочной модели где использовался радиус влияния по трем направлениям по двум направлениям по простиранию и по падению 20 на 20 по мощности 5 метров в итоге удалось все пространство плочной модели этого рудного тела заполнить не превышая один радиус влияния то есть в таблице видно что первым проходом было заполнено минимальными ну это обычно как раз для того чтобы близко лежащие учесть близко расположенные к роботу то есть первый проход был выполнен радиусом 5 на 5 во всем направлениям 5 на 5 метров второй проход 2 третьих радиуса влияния использовался и третий уже полный радиус влияния 20 по простиранию и падению и 5 метров по мощности в итоге видим что вот блоки четвертого прохода такой интенсивно синий цвет у нас имеет либо где-то на флангах либо отдельные немногочисленные ячейки которые показывают что основная часть лодочной модели достаточно достоверна в пределах вот этого 20-метрового электричества это помню при этом второй из методов встроенных также работает это метод ближайшего соседа ну он достаточно простой он заключается в том чтобы более высокое значение степени взвешивания используют то есть для увеличения надежности при проведении интерполяции применяется такая настройка то есть ограничивается количество точек для оценки блока то есть при этом количество первая настройка это используется минимум одна или две пробы и вот вторая настройка это степень взвешивания которая определяет вес точки обратно пропорционально расстояние то есть на картинке вот хорошо видно что чем больше вес пробы тем усиливается влияние самой пробы тем на большее расстояние на большее пространство распространяется значение именно самой этой пробы и вот на предыдущем плане как раз использовалась степень взвешивания 4 еще и за счет этого приближение к фактическому значению достигалось вот такое совмещение трех казалось бы существующих в разных методах почета но они совмещены в одном методе интерполяции если что-то нужно пояснить по этому методу я готов да пожалуйста вопросом нет вопроса конечно да естественно приходится использовать и обычное то есть без встраивания вот этот ряд и обычное ну всевозможные методы контроля и критинг тот же самый используется и даже последние последние ну чисто экспериментально уже даже вот методы РБФ которые в принципе где-то в литературе начинают их то есть их называют аналогичными чем-то двойному критинг и за счет машинного обучения я знаю что уже есть и даже точные модели построены методы машинного обучения и я пробовал тоже используя в качестве предикторов координаты XYZ и азимусы и углы для еще одного дополнительного контроля кашу маслом не испортишь еще для дополнительного метода контроля интерполяции даже методами машинного обучения получались средние по бортам то есть средние по борту 70 в нашем примере средние по борту 100 получались по разных совершенно методами интерполяции даже по машинному обучению получаются очень тогда в чем преимущество вашего подхода преимущество наверное в том что он более простой то есть опять же для того чтобы рискнуть опять все примеры они приведены наверное для того чтобы сделать это более 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 проще объясним наверное в этом мне кажется основное то кросс-валидацию вы делали наверное и сравнивали кросс-валидацию с другими методами фальт-трафик и кросс-валидация и перекрестная проверка да это все естественно было бы просто интересно посмотреть значение кросс-валидации для разных методов в том числе для этого вот в презентацию не попало но там отдельно в принципе я могу где-то можем в любое время показать в другом проекте эти графики могу показать да в презентацию не попало да делается что еще вопроса ну я так понимаю все-таки цель этой работы была повысить как-то точность интерполяции данных да блочная модель в принципе это и так то что здесь на слайде приведено и так понятно что мы тут закручиваем так сказать гайки все да и для оценки блока используем одну пробу а то и две и плюс еще и степенью зажимаем но как-то это странно у нас получится тогда блочная модель развалена на какие-то ну все тело развалена на шарики где будут известные оценки там где плотность данных у нас хорошая там по скважинам и соответственно не будет никаких данных как вы там показывали на следующем слайде четко видно такая ячеистая какая-то структура да вот здесь вот где оранжевым там скважина у нас пробуренная и синим нету данных нету скважин грубо говоря мы получим мы получим такую ситуацию когда у нас какие-то блоки могут быть недооценены ну нет оценки в этом блоке не совсем понятно и со степенями вторая третья четвертая ну честно говоря по классике у нас применяется везде вторая степень редко для золотых месторождений третья четвертая ну совсем непонятно зачем так зажимать позволяет это вот как раз зажимание за счет того что у нас те те выходные данные которые которые мы получили в предыдущем прогонах мы их используем при вот этом при вот этом зажатом то есть мы грубо говоря сейчас я попробую нарисовать подождите мне кажется у вас непонимание Евгений Николаевич это у вас номера прогонов раскраска а не результаты значения то есть нету эффекта как это называется пикистой собаки да 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 пикистой собаки по содержанию не получается а есть у вас результаты интерполяции как бы ну что посмотреть да это тоже самый объект который я показывал вот здесь но это не содержание правда есть как стены удовольствия ну вообще в принципе есть я могу опять же где-то отдельно посмотреть эту модель показать да естественно это это не содержание это вот именно показывает насколько распространены прогоны и вот за счет того что мы оценили эту эту блочку вот эту ячейку первым прогоном она при следующем интерполяции она присоединяет вот тут проходят пробу то есть следующая интерполяция вместе с пробой расправили вот эта ячейка она уже становится вместе с ячейкой вместе с этой пробой становится ну назовем это фактическими тоже данными и она работает вот в следующем прогоне уже как фактическая литра извините я вас перебью а у вас нет результирующей интерполяции вот в соответствии с вот этими подходами чтобы посмотреть как картинка выглядит насколько она реалистична нету ли там артефактов может есть картинка да картинка наверное я просто отключил ноутбук давайте я после того как мы закончим я покажу просто с этим вопрос-то и связан я понимаю что это просто получается при данных настройках как вы показали у нас оценка блоков опирается только на одну скважину оранжевые точки вот эти это скважины по сути следующим каким-то прогоном у нас наверное вторым или третьим радиусом может быть усредняться данные по двум скважинам а четвертым то есть первые два прогона там скорее всего нет никакого усреднения все на одной а то и двух трубах рассчитано то есть это тоже не есть хорошо это не уточняет подсчет даже не знаю как загрубляет если я считаю если в техниках достаточно баллов то какие-то степени это даже опять же не понял что это степени баллов то то есть если брать обычный там скажем подход ручного подсчета мы все равно берем какое-то сечение и считаем в этом сечении входит 3-4-5 скважин и считаем какое-то среднее содержание на какой-то блок разведочной сети категории А ВС 1 а здесь получается судя по радиусам можно было бы говорить о степени изученности тех или иных кубиков блочной модели какие больше изучены какие меньше изучены не совсем понятно еще если мы получили оценку блока по каждой ближайшей слоге если нам нужно потом оценить в каком-то контуре мы благополучно делаем усреднение уже по нескольким блокам в каком-то объеме где нам надо получить усредненное значение по нескольким ячейкам да вот тут уже прекрасно работает усреднение но пусть опять же я не утверждаю что это истинно вопрос такой философский испорный но на мой взгляд все-таки лучше директор элементарную ячейку оценивать меньше а усреднение то пожалуйста то есть если у нас какой-то опять же выемочный уступ выемочный блок и пожалуйста в него попало там нескольчение вот это нескольчение спасибо методически конечно разбираться с этим подходом потому что классическая интерполяция там подразумевает собой процедуру отбора про фильтрации оценки нужностей и так далее ну хорошо давайте наверное следующий вопрос пойдем дальше опять же очевидной под тема она просится опять интерполяции и интерполяции концентра рудоносности и это те же дополнительные настройки которые как важно учитывать количество проб в оценке блоков также важно вот эти самые азимуты Олег Владимирович который спрашивал азимуты и увыкновения существующие вообще рудного тела то есть оценки рудного тела как значит споделированные рудные зоны имеют разные переменные элементы залигар различные направления на дискарфе необходимо разделять нереализованные тела в зависимости от этих элементов залегания на разные условия и домен этот подход привел к необходимости создания ряда дополнительных каркасов и процесс моделирования за счет дополнительных заемки построения каркасов именно каркас отдельный для одного крыла складки допустим для другого филоскладки для ядра складки это все необходимо было бы строить отдельный каркас поэтому чтобы избежать этого трудоемкого построения каркасов целесообразно рекомендуется использовать динамическую поисков лицо и интерполя цитат применение динамической геодезотропии позволяет определить ориентацию лицо это индивидуально для каждого элементарного блока проще говоря в каждом элементарном блоке будет рассчитываться свой азимус простирания а также подмене погружения вот на слайде то есть на трех картинках показаны как раз наглядно насколько параметры репсоидов могут влиять на результат в зависимости от того либо используется отсутствие либо шарик так называемый нет анизотропии либо два варианта анизотропии то есть в одном направлении 45 градусов противоположен направлении азим 135 соответственно видим насколько различные отличаются результаты и вот для того чтобы выполнить такую такое заполнение точной модели каждой ячейки точной модели индивидуальным азимусом простирания и углов подним погружения возникает у нас два вопроса во-первых как заполнить пространство этой модели этими значениями углов раз второй вопрос где взять данные кода то есть сами фактические значения для того чтобы запустить самую интерполяцию для того чтобы первый вопрос решить там необходимо провести подготовительную интерполяцию методом обратного состояния и удлижающие соответствия это первый вопрос достаточно понятный гораздо интереснее как получить фактические как получить те фактические значения которые будут использоваться самой интерполяции методом обратного состояния здесь обычно ну то есть необычно а как правило есть путь на два первые путь это достаточно простых случаев вручную отстраиваются условные силы и линги для каждого рудного отдела и по ним строятся то есть эти линги соединяются к регуляционной поверхности и путем автоматического расчета каждой поверхности рассчитываются азимус и убыр в образе ранней и поддейки второй путь для более сложных случаев заключается в том чтобы строить автоматические поверхности и рудных дел соответствующие подсловли либо подошвы либо некой оси которая нужна середина интервала как раз за счет эффективного модулирования методов радиально-базистых пунктов преимущество заключается не только в автоматическом построении то есть просто в диалоговый окон загружается набор точек в результате получается рбф-поверхность но это не только преимущество в автоматическом построении но и в более достоверном положении 3D-пространстве экстраполяционных точек то есть здесь смысл вот именно я ключевое слово экстраполяционных то есть при ручном построении первым способом мы имеем пересечения которые соединяем линии а дальше нас неизвестно как правило просто география просто продлевает линии редкий случай когда он еще заглядывает на последние стечения и в этом определенный волюнтаризм появляется то есть это с одной стороны да геологическое решение но это геологическое решение оно зажато малым количеством данных которые располагает оператор для того чтобы провести вот эту рбф-поверхность отличается в лучшую сторону именно в том что при построении такой сетки используется все весь набор точек и особенно это хорошо и ярко работает именно в тех экстракционных частях таким образом вот эти эксплуатационные окончания уделяются не по нескольким точкам которые мы видим а именно по всему набору то есть кстати необходимо заметить что эти рбф-поверхности они кроме того что автоматические но у них есть еще инструменты редактирования где допустим да идеолог оператор видит где явно что-то его не устраивает можно дополнительными точками дополнительными линиями это все подкорректировать то есть теолог в этом участвует то есть ошибочное мнение существует что это полная автоматика и на это не для дополнительных это мы тоже ваше понимание и вот на следующем слайде можно сказать показана вся цепочка подобных примеров вся цепочка подобного построения красным кестиком с черными кестиками показаны непосредственно точки кровли грудного тела по этим точкам рассчитана вот эта голубая сетка она выглядит в принципе как тренгуляционная но она более сложная то есть ее можно в принципе и преобразовать в тренгуляцию вот эта более сложная РПФ поверхность которая используется потом для автоматического расчета и вот слева видна сама точная модель в которой проинтерполированы азимуты и углы в интерполяции этой модели участвовали каждый угольничек вот этой сетки то есть мы имеем каждый угольничек ограниченные ребра вот этой сетки РПФ поверхности и они запускаются перполяции ночной модели получается более такая дискретная более такая в плане того что вся неравномерность распределения этого показателя ну азимуты это тоже показатель который следует и вот здесь она в этой мощной модели она перейдет перед тем как перейти к следующему этапу я должен еще сказать альтернативы которая существует для процедуры динамического лицо есть такой альтернативный способ это разворот или оригинале то есть разворот данных как ночной модели так и композитных интервалов происходит на некую плоскость убирается ну в зависимости от того ближе к чему сама морфология рудного тела убирается либо горизонтальная либо литрикальная плоскость и значит этого каркаса рудного тела то есть для каждого каркаса рудного тела индивидуально сама ночная модель разворачивается и индивидуально разворачивается композитный интервал таким образом чтобы каждое тело было развернуто соответственно на какую-то плоскость при этом созданные в файлах композитов и ночной модели используются дальше для статистической анализа и соответственно для процесса интерполяции вот на примере видно что синие ячейки блочной модели и синие композиты развернутые на горизонтальную плоскость используют соответствующий ему вот этому развороту соответствующий такой же статический эллипсори горизонтально расположенный при этом надо заметить что мы совершенно не трогаем оригинальных координат и вот эти дополнительные развернутые координаты они плюсом создаются и у нас есть возможность потом такие модели использовать и в родной ориентации по своим координатам натуральным вот такой метод он тоже иногда полезен например при достаточно редкой сети потому что вот такой вот разворот он за счет ну я не знаю могу даже объяснить обычной геометрии гипотеринозвязи то есть за счет вот такого разворота мы там распороженные по-другому мы упорняем и у нас при редкой сети получается более удачный расклад более удачный набор попозитных интервалов для такой интерполяции то есть этот метод тоже имеет свое применение дальше будет следующая тема поэтому если опять есть какие-то замечания да спасибо давайте пожалуйста вопрос если есть то есть тут может не вопрос не замечание вы наверное еще не рассказали еще один вариант как можно динамически или кто этот сделать ну в самое начало можно где методы там далее далее не 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 где про динамический элипсоид точкой вот где-то первое второе там вот здесь как заполнить значениями азимутов и углов фактически можно заполнить изначально базу данных по скважинам с результатами замеров либо рассчитанных либо перечитанных и их уже интерполировать вот вы по-моему об этом не сказали если пропустил ну да может я не четко сказал вот здесь вот здесь вот эти крестники они по сути дела сами да замеры азимуты и углы полученные непосредственно от такого более традиционного наверное построения то есть вот в каждом крестнике лежит находится его значение которое ну максимально фактическое то есть да есть возможность когда есть документация идеальна это прекрасно когда не нужно какие-то построения сеток и можно запускать специальные фактические значения но когда нету самой документации конкретной пробе этих данных то есть мы просто для вот вот этой точки имеем какие-то какие-то данные полученные по ближайшему построению вот мы соединили два сечения два центра или две кровлеродных сечений и вот по этой линии грубо говоря мы получили фактически вы описали там все методы которые сейчас есть в иностранных скажем так инструментах программах моделирования да вот насколько я помню в серпаке как раз по линиям интерполяции происходит то есть строится линия по разрезу и динамический люксоид ориентируется согласно этой ну некой севой линии там родного тела и прочего ну на мой взгляд там скажем есть такая сложность что у нас разрез может быть развернут ну несколько повернут на какой-то угол относительно падения этого тела и соответственно как бы ну не совсем что ли точно может быть замеры там локально вот ну мы в своем инструменте пользуемся именно сеточными поверхностями или какой кто-то обозвали РПФ поверхности но тут тоже такая сложность существует что при опрокинутом залегании каком-то либо обратной там складке эти сеточные поверхности скажем так не работают потому что в одной точке x y может быть только одна вершина вот поэтому тут есть сложность но честно говоря с ними интереснее там даже проще работать с поверхностями которые работают как поверхности тренда для интерполятва для элипса для этого у меня тогда еще один вопрос такой но вот вы рассказали нам про анхолдинг и про динамический элипсоид все-таки какие-то рекомендации какой лучше какой хуже в каких условиях применять тот или другой метод есть наверное какие-то мнения я почитаю конечно динамический во-первых да анхолдинг это динамический во-вторых он правильно сказали в очень сложных силах когда просто вылетает из коба и у него тоже дополнительный разнос надо делать каждое тело есть обязательно условия каждое тело тело разворачивается то есть если высокие тел бывают такие то это нужно каждое тело развести каждое тело развести потом собрать обратно поэтому все-таки вот еще один признак почему когда делали допустим все-таки по пеналь пажор естественно мы там дополнительно делали во-первых это с критингом очень хорошо а это это кромально допустим критинги демонические стоят просто просто возможно что-то просто это хорошо непонятно спасибо ну что пойдем дальше или будет еще вопрос давайте дальше ну и последняя под тема эффектно сглаживание сглаживания сглаживания то для того чтобы определится кто такое домен выделишь три основных это однородное геологическое строение с учетом геологического его также с учетом природных типов и применщиков каков опять же такая матрёшка может быть, еще куча, но и очень круто так называют. Иногда приходится учитывать второй призыв. Иногда приходится учитывать единое направление поискового лица. То есть когда не удается применить процедуру динамического поиска или разворота, вот тогда приходится уже по поводу рекомендации. В этом случае рекомендуется строить динами отдельных, до каждого направления, до будущего электоида поиска, для каждого нужно строить отдельный динами. И третье — это присутствие популяции с единым распределением содержания. Тут хорошую аналитическую и графическую обработку дают возможность гистограммы и бокс-плот графики. Правило, я использую это сами. Которые очень наглядно показывают не только усреднённые значения, но помимо усреднённого показывают региану, стандартное отклонение, нижние и верхние квантери, минимальное и максимальное значение выбора, а также выбросы. И вот такие вот несколько ящиков, расположенные в данном примере по четырём различным фациям, они показывают, насколько, в данном случае, алмазоносность в этих четырёх фациях, насколько она различается. Причём она различается не только среднее значение, а вообще вся картина неоднородности видна. Ну, вот слева показаны расшифровки этих самых элементов ящика. Ну, я думаю, тоже все достаточно часто пользуются, поэтому так я упомянул, но это понятно. Гораздо интереснее вот следующее. Что получается в результате учёта или неучёта домена? Вот тут на примере алмазоносной трубки показаны два варианта интерполяции. Одна сделана для каратной части с учётом доменов, другая — без учёта доменов, которые, кстати, приведены на ящики. Вот и погрешность достаточно приличная образовалась. То есть без учёта содержания составили 0,37 карат на тонну, а с учётом домена, с учётом отдельной интерполяции в каждом домене, в каждой фации. Составило содержание 0,52 карат на тонну. То есть мы делаем вывод, что распространение содержаний домена богатых и домен богатой бедной минерализации может искусственно завысить соединённое содержание. Либо, наоборот, распространение бедных содержаний из домена богатых и домен бедных искусственно занято. То есть вот этот пример как раз модернизирован в четырёх фаций наглядно даже в конкретных цифрах пока. Ещё несколько примеров подобных доменных ограничений. Ещё одна модель была построена. Здесь моделировались и свойства каждой из этих литологических фаций. Соответственно, надо понимать, что те блочные модели, которые попадают в нас в систему ХМ-5, естественно, они интерполируются точно за счёт тех проб, которые находятся в этой ячейке, в этой спите ХМ-5. Соответственно, для того чтобы нам ограничить ячейки блочной модели и броды для правильной интерполяции, нам нужны вот такие вот постройки, построения домена. И, опять же, отсылка к тому самому эффективному моделированию. Вот эта модель построена автоматически за счёт эффективного моделирования. очень удобным методом для таких сложных перевёртых планов. И аналогичное использование доменов есть, значит, по металлогическим разновидностям. И аналогичная работа была сделана использованием домена при интерполяции, при ограничении по содержанию. То есть здесь доменными ограничениями являются содержания. В данном случае красные – это домены содержания громовые, и зелёный конкурс – это полирование содержания 1.4. Соответственно, опять же, красные интервальчики работали внутри красного домена, зелёные интервальчики работали внутри зелёных. То есть вот в этом польза, даже обязательная, в том числе и додельных. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Самое сложное, без вопросов. Ну, последнее, по-моему, достаточно очевидно. Я просто это не визуализировал, так сказать. Я думаю, это и понятие довольно… Здесь тоже имплицитное моделирование на этом стадии. Здесь тоже имплицитное. Хорошо, но, может быть, есть вопросы вообще по комплексному докладу. Ну, основной продукт макромайн – имплицитное моделирование. Соответственно, микромайн его не использовали для имплицитного моделирования? Там же тоже вроде бы есть такая функционал. Очень простой, очень старая версия в России. А, всё понятно. Ну, хотя слышал, и моё мнение, я, честно говоря, тестовое моделирую, я пробовал. И сравнивая с другом, я… Ну, понятно, Лепрохотин специализируется, занимается, бог знает, сколько лет. Ну, может быть, какие-то суждения. Да, вот это вот, да, большая проблема, большой вопрос, о которой у меня много лет думали. И пытаюсь… Конечно, всё, вся точная модель, и всё это точное моделирование, есть очень смысл, когда мы, как говорили, то, что устроим, для решения главных вопросов, надо прийти, это где ставить экскаватор, и как используется попасть. То есть, к сожалению, нет пока работы подобной, верно, либо для решения запасных, либо для каких-то кратковременных каких-то… Я, кстати, вот Олег Владимирович задавал этот вопрос, и у меня это больная тема, нет реального использования постоянно динамикатуры. То есть, разработчики готовы, и геологи готовы предлагать предприятиям использование постоянно действительных моделей. Но, к сожалению, это требует какой-то серьезной переоценки во многих половах, и пока это не работает. Есть такие передовые компании, Polymetal, Polyus, да, они там очень сильно продвигались, в самом деле, да, и там наверняка есть опыт использования моделей. Да, тут свой факт, потому что они пользуются, не прибегая к судам конца, только первые, они используют свои возможности, свои технологии. Ясно. Еще вопросы? Если вопросов нет, то остается поблагодарить докладчика. Очень интересно, спасибо. Обширная, объемлющая, я бы сказал. Интересно, спасибо.